Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Веры Ионкина о главных событиях к этому часу. Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооруженных силах согласно венскому документу между 57 странами, членами ОБСЕ. В рамках ежегодного отчета эти государства не получат информацию о вооруженных силах России. Связано это с тем, что западные страны нарушили венский документ еще в 2011 году. С ОБСЕ сложно. Это панатлантическая организация. Там находятся и Соединенные Штаты Америки. И Вашингтонский обком наблюдает и дает инструкции столице для того, чтобы не допускать какого-то крена в сторону более конструктивных отношений с Россией. Все эти негативные тенденции будут преодолены, вне всякого сомнения. Надо отметить, что сейчас наши оппоненты даже не стали рассматривать мирную инициативу, исходящую из Китая. И только потому, что Китай поддерживает конструктивное отношение с Россией. Китай действительно высказал достаточно здравые идеи, но все эти идеи были проигнорированы. Напротив, на площадке Совета Безопасности ООН, которая взломана Госдепартаментом Соединенных Штатов. К великому сожалению, мы должны это констатировать. После того, как в бывшей Югославии, Ливии, Ираке, то же самое происходило и по Сирии. Мы это решительно пресекли. Принятые резолюции не работали, а вводились войска, вводились военные контингенты. И неугодные Вашингтону режимы, их лидеры попросту стирались с лица земли. Как было с Милошевичем, как было с Саддамом Хусейном, как было с Каддафи. И этой деструктивной линией Вашингтона, направленной на уничтожение режимов ему неугодных и создание однополярного мира, основанного на крови, необходимо прекратить, пресечь. И главной силой здесь выступает Россия. Желание Германии учить другие страны жизни теперь выходит немцам боком. Таким мнением поделился потомок первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк. Он отметил, что навязанные стереотипы не только не приживаются, но и приводят к обратному эффекту. Сейчас, Александр, в мире много говорят о новом этапе истории, на котором завершается формирование мероприятка, основанного на многополярности. Уважение и суверенитета, территориальной целостности, языка, каждой, сколь угодно малой страны. И особенно с острой идет эмансипация, если позволите мне так выразиться, от жесткого диктата со стороны Вашингтона. Делается какая-то особенная, я бы это назвал агонией, апологетов однополярного мира. Это была попытка все-таки удержать линию, заданную все время Бжезинским и ему подобным экспертам, апологетам однополярного мироустройства, в сторону как-то все-таки сделать меропорядок на планете в 21 веке с одним только полюсом силы, с одним только полюсом принятия решения, каковым должен стать именно Вашингтон. Вы согласны с такой позицией? Что было бы лучше для Европы и конкретно для вашей страны, для Германии? Мне кажется, мы, немцы, слишком склонны поучать другие страны. Нам необходимо осознать, что другие страны живут иначе, их культура отличается от нашей. И, думаю, нельзя эти страны и культуры проклинать за это. Необходимо оставаться в контакте с этими людьми. Необходимо общаться с ними на равных, учитывая при этом, что эти люди выросли в другой культуре. Мы не можем навязывать нашу систему всем остальным. Ни одной стране это не нужно. Наша задача состоит в том, чтобы наши политики работали на благо Германии, а не пытались переделывать другие страны. Свои слова Александр фон Бисмарк накануне подтвердил конкретным поступком. Он в числе тысяч жителей Берлина был возмущен провокационной акцией, которую устроили украинцы у посольства России. У здания дипмиссии установили танк, якобы подбитый на Украине в прошлом году. Правда, Кота фон Бисмарка заявил, что немцы не выступают ни против русских, ни против украинцев. Потомок первого канцлера призвал немецкие власти прекратить поставки оружия на Украину. Он уверен, что необходимо начать переговоры, а не конфликтовать с Россией. Русофобию необходимо определить частью экстремизма, и за ее проявление неминуемо должно последовать уголовное наказание. С такой инициативой накануне выступил депутат Государственной Думы Андрей Луговой. Он отметил, что по закону должны ответить, в частности, те граждане, которые сбежали за границу и продолжают поливать Россию грязью. Те, кто уехал, с юристами общались, думаем, а как же какую-то такую контергурацию юридическую сделать, чтобы понять, что те, кто уехал и кто хает, за что их привлечь, к чему, как подвести под какую-то статью. Вот хорошая очень идея. Я считаю, необходимо, во-первых, дать определение, что такое русофобия или русофобство, и как частью терминологическую ввести, если я не ошибаюсь, статья 280-я, чтобы русофобство было частью экстремизма. Мне кажется, неплохая идея. А мы не нарвемся? Ну, хорошо. И тогда любой чиновник, которого ты будешь критиковать, будет за этим прятаться. Скажут, это русофобия. Вы меня назвали там таким, а это русофобия. Конечно, вопрос требует дискуссии. Но, мне кажется, и останавливаться на этом мы не должны. Потому что в противном случае можно уехать, обхаять и вернуться обратно. Я думаю, кстати говоря, и будут еще возвращаться. И мы столкнемся с такой публикой уже здесь, может быть, лет через 10. Студенты Воронежского технического университета получили возможность напрямую пообщаться с депутатами Государственной Думы. В рамках открытия высшей партийной школы ЛДПР парламентарии поговорили на равных с будущими специалистами в сфере IT и строительства. В Воронеже мы собрали здесь не только воронежские ребята. Сюда приехал ряд регионов Центрального федерального округа. Для того, чтобы не только получить знания, которые дадут наши консультанты, которые с нами работают, депутаты Государственной Думы и сенаторы, которые читают лекции. Но для того, чтобы прежде всего дать нам обратную связь, напрямую нам сказать, что мы на федеральном уровне недорабатываем и в нашей политической жизни, и в нашей партийной жизни, и в нашей социальной жизни дать нам новые ориентиры, куда должна идти партийная структура, потому что это живой организм. Мы должны отвечать реалиям сегодняшнего дня. Мы не можем жить вчерашним, но мы не можем жить только будущим. Мы должны обязательно отвечать на реалии, иначе будущего не будет. Ну и, конечно, очень важно, чтобы они в течение вот этих трех дней, что мы здесь находимся, установили прямые контакты общения между собой и установили прямые контакты общения между собой и нами. Потому что задача нас, депутатов и сенаторов, работать хорошо во имя интересов граждан, а задача наших партийцев – получить хорошие результаты на выборах. Этого можно достичь, если они будут отвечать, если они будут защищать отдельно взятого человека. И вот у человека через них должна быть возможность задать вопрос, обратиться ко мне лично, например, как к сенатору, прийти и сказать, у меня есть такая проблема, помогите мне ее решить. И наши региональные структуры должны этим заниматься. Понимая, что мы, депутаты и сенаторы, не бросим их с бедой, человек один на один, что мы сделаем все для того, чтобы помочь конкретно взятому гражданину Российской Федерации. Как общаться правильно с людьми? Как отстаивать права избирателей? Как защищать людей? Вот этот формат, с одной стороны, самозащита, с другой стороны, защита других, и создает интерес к партии. Яркие выступления, совершенно иные подходы к самопрезентации. Нужно быть искренним. Вот когда ты искренен с людьми, тогда совершенно по-другому происходит все, что тебя окружает. Люди начинают ощущать, что ты не какая-то бетонная стена, а ты так же чувствуешь и мыслишь. Это сила была Жириновского в этом. Потому что он был своим человеком. Вне зависимости от того, с кем он общался, с президентом, либо с простым рабочим. На рынке, либо в Академии. Но он был таким, как он есть. Звездой встречи стал Виктор Бут, человек, ставший символом русской стойкости. В зарубежных тюремах он провел 14 лет, но не был сломлен. Вы знаете, это ощущение. Приезжая в страну, вроде бы получал газеты, стал, конечно, ловить какой кусочек информации, что происходит на родине, смотрел, читал. Но даже эта реальность оказалась намного сильнее. И, в общем-то, так говорят, молодежность веке круче. Почему? Действительно, страна шагнула вперед. Наконец-то начались развиваться регионы. Но про москорцев в Петербурге не говорили. Там, конечно, отстроено все. И это действительно города, но мы будем говорить о мировом уровне, с очень хорошей инфраструктурой, а самое главное, самое, наверное, безопасное. Мегаполисы. До простых людей, вообще, до жизни. Вот. И у нас-то всего за 15 лет совершена колоссальная работа. Построено очень много дорог. А вот как даже в Парвову с Москвы, то в Парвове же отремонтировали, да. То есть уже видно, вот то, что правительство намечало, и раньше там казалось, а, это все как-то там будет и будет, разворудить и разворудить. Но сделали, да, есть проблемы. Да, есть что. Но, с другой стороны, вот за эти три месяца, то, что срабатывалось быть и присутствовать на многих партийных мероприятиях, хочу вам сказать одно. Ну, это видение человека, который пришел со стороны, да, и такого какого-то большого партийного опыта не было, но, тем не менее, может быть, иногда мнение человека со стороны, оно как-то может быть более активным, да. Во-первых, смотрите, из 89 регионов у нас партии 88. Вот мне это велось, и посчастливилось быть на организации национальных отделениях, и в ЛНР, и в Луганске, и в Донецкой народной республике, и даже в Запорожье. Вот осталось еще, представляете, 89 организаций у партии оппозиции, да. А действительно, у других партий нет такой реальной, живой партийной работы. К этому часу у меня все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Больше новостей смотрите на наших Ютуб и Ротуб-каналах, а также в Телеграм-канале ЛДПР-ТВ. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.